Десятичная дробь Что и действия с целыми числами Чтобы сложить два числа с разными знаками, надо Поставить перед суммой знак того слагаемого, модуль которого больше Из большего модуля вычесть меньший и записать ответ Чтобы сложить два числа с одинаковыми знаками, надо сложить их модули и поставить перед суммой знак слагаемых Сумма положительных чисел есть число положительное, а сумма отрицательных чисел есть число отрицательное. Рассмотрим теперь умножение и деление десятичных дробей с произвольными знаками. Здесь всё просто. При умножении и делении двух дробей с одинаковыми знаками получается положительное число. При умножении и делении двух дробей с разными знаками получается отрицательное число. При умножении делений нескольких дробей с разными знаками знак произведения частного будет положительным, если количество отрицательных дробей чётное. Если количество отрицательных дробей нечётное, то произведение частное будет отрицательным. Зная правила действий с десятичными дробями разных знаков, можно решать уравнение. Минус 2х равно 1,8. 1,8 разделим на минус 2. Частное будет отрицательным. Выполним деление и получим х равен минус 0,9. Рассмотрим более сложное уравнение. Выполним действие в левой части уравнения. Сначала упростим выражение без неизвестных. 4,1 умножить на минус 1,3. Произведение будет отрицательным, так как имеем один отрицательный множитель. Равно минус 5,33. Теперь упростим выражение с неизвестными. Х, делённое на 2, удобно представить в виде десятичной дроби и упростить выражение. Запишем наше уравнение с учётом произведённых вычислений. Сгруппируем выражение, содержащее неизвестные, в левой части уравнения. А выражение без неизвестных перенесём в правую часть уравнения с противоположным знаком. Сложим десятичные дроби с разными знаками в правой части уравнения. Чтобы найти х, разделим минус 1 на минус 0,5. Частное будет положительным. Получим ответ. Х равен 2. Продолжение следует...